И мы взяли такую тему, тему Украины как Израиля, Восточной Европы, потому что у нас часто, это последнее время, по крайней мере, в связи с известными событиями, начала звучать вот в такой коннотации эта тема, но как раз Украина пока еще ничего не делает для того, чтобы... У нас много говорят про то, что Украина это Израиль, но ничего не делают. Да, да, вот в этом проблема. Я еще говорил лет семь назад, что для Украины Израильский путь является очень интересным, очень поучительным и, собственно говоря, рано или поздно мы к нему придем. Я думаю, что скорее рано, чем поздно, понятно, что с какими-то своими вариациями, как с какими-то отклонениями, девиациями мы к нему придем. Ну давай, наверное, с тебя начнем, Алексей. Вот в твоем понимании, что мы должны сделать, вот чтобы... И вообще, вот как ты понимаешь Израильский путь? Как я понимаю Израильский путь, люди захотели выжить, а мы, видимо, не хотим до сих пор, потому что когда Израилю понадобилось выжить, он начал мобилизовать все, все, что есть. Что такое война за независимость? Это меньше миллиона человек, который Израилен-то особо не назывался, РССР, по привычке все звали. И на них наваливается шесть арабских армий, пять арабских армий, один арабский легион, который ставит задачу их нафиг уничтожить, всех полностью, вообще, чтобы ничего живого не осталось. И они понимают, что если они не выживают, тем более, что есть опыт Холокоса, свежий, вот только что, как бы, что если они все не бросят на выживание, то им конец. А Израиль тогда представлял собой цепочку поселений, анклабов, плохо связанных, вот этот знаменитый автобусный рейд на Иерусалим, когда нападали бедуины и так далее. И они сделали все, что могли, но при этом израильтяне проявили тогдашнее, когда вся страна стала военным лагерем, когда мобилизовалось миллион человек, а не так, как у нас бегают от повесток, там, и всего остального. Когда они, и даже не повесток, а дискуссия о повестках, тогда возникла еще история, связанная с тем, что они с самого начала начали проявлять удивительную трезвость и рациональность, которую мы почему-то проявлять не хотим. Потому что люди просто начали рационально считать, как выжить. И когда они поняли, что у них нет никаких средств, кроме чудесных, они начали применять чудесные средства. Простыми словами, это называется переход на мобилизационный тип экономики, мышления, рефлексии, всего, что в обществе происходит. И благополучно, 70 лет они пребывают в этом состоянии, потому что сколько военное положение в Израиле? Последние 70 лет, правильно? В Израиле военное положение никогда не отменялось. Оно в действии до сих пор. Да, оно никогда не отменялось ни разу. И страна живет в военном положении, является крупнейшей демократией Ближнего Востока, одновременно имеет космос, хай-тек и так далее. Единственная, по сути, демократия. И вся эта история, они же прошли свои очень сложные процессы, я думаю, Михаил нам лучше расскажет. Связанная с... Ну, я хочу про непопулярную тему заговорить. Я хочу поговорить не про развитие, а про подавление. Подавление того, что мешало развиваться Израилю. С моей стороны, с моей точки зрения, это право-экстремизм, они подавили. Причем израильские спецслужбы по правому экстремизму работают чуть ли не сильнее, чем по арабам, и туда собирают лучших специалистов. Во-вторых, эта история связана с тем, что не дали сорваться в то, что сейчас срываемся мы. Шизофрению ненависти, отрицание всего здравого и так далее, и так далее. То, как стоит у нас Быкова Дмитрия, мне показалось, что мы валимся в очень нехорошую тенденцию. Грубо говоря, когда надо было выбирать между Израилем Эйнштейна и Израилем, кого там назвать, из правых террорий, кто Аталь Давид взорвал? Царь Давид. Ну, там многие приложили. Они выбрали идти по пути Израиля, хотя Эйнштейн никогда не был израильным, хотя ему предлагали быть в Израиле, предлагали быть президентом Израиля, тем не менее. Да, он отказался. То есть им хватило мудрости для того, чтобы в чрезвычайно сложных условиях пройти между Сылой и Харибдой и между левым путем развития государства, потому что коммунизм там просто давлел и социализм вначале. И между правым экстремизмом, а силы и персонали, которые представляли, были настолько авторитетны, что они имели полный шанс разорвать и повернуть развитие страны в том или ином направлении. А мы не можем определиться, мы нам умным или красивым. Вот же меня беспокоит.